Встреча с Каспийской Флотилией Каспийское море всегда являлось важным торговым и экономическим районом для нашего государства. Русские купцы вели торговлю с народами, проживающими на берегах Каспия, а также за его пределами с помощью морского сообщения. Данные отношения были весьма успешны, коммерция развивалась, а количество торговых путей увеличивалось. Для обеспечения безопасности торговых путей России было необходимо построить военные суда. 19 июля 1667 года царь Алексей Михайлович, решая эту задачу, издал указ, в котором предписывал. Для посылок из Астрахани на Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде, в селе Дединово. И то корабельное дело ведать в приказе новгородские чати боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордын-Нащекину. Как пишут историки, это место было выбрано не зря, так как в этом районе был девственный строительный лес, который как нельзя лучше годился для изготовления военных судов. В последующем село Дединово станет настоящим центром судостроения русского флота. Именно в нем будет суждено свершиться историческому событию. 14 ноября 1667 года на основании царского указа в Дединово был заложен первый русский военный корабль, трехмачтовый фрегат «Орел». Именно на этот корабль возлагалась задача по охране торгового судоходства на Каспийском море. Фактически фрегат «Орел» можно считать не только первым военным кораблем русского флота, но и первым флагманским кораблем будущей Каспийской флотилии. «Орел» совершил переход из Нижнего Новгорода по Волге и 31 августа 1669 года бросил якорь на рейде Астрахани. Через полвека с целью расширения и укрепления торговых связей России на Каспийском море Петр I принимает решение начать подготовку флота и армии к персидскому походу. К июлю 1722 года для похода было подготовлено почти 300 судов с десантом численностью более 20 тысяч человек. Одним из командиров был назначен генерал-адмирал Федор Апраксин, который впоследствии станет первым командующим Каспийской флотилией. 15 ноября 1722 года Петром I был издан указ при Астраханском порте для военной службы содержать адмиралтейства и морских адмиралтейских служителей и для этого построить казармы на осмотренное построение в этом месте. С того времени 15 ноября считается днем основания Каспийской флотилии. В годы Великой Отечественной войны соединения и части флотилии принимали активное участие в поддержке наших войск при защите Сталинграда. Только за годы войны 13 моряков-каспийцев были удостоены звания Героя Советского Союза. А в августе 1945 года после окончания войны Каспийская флотилия стала первым морским объединением военно-морского флота СССР, получившее Орден Красного Знамени. В послевоенные годы флотилия постепенно расширяла свои возможности, принимая в состав новые боевые корабли и катера, суда обеспечения. Именно в ее составе несли службу уникальные суда на динамической воздушной подушке – экранопланы, типа Орленок и Лунь, не имеющие аналогов в мире. В наши дни флотилия живет насыщенной боевой службой, представляя Россию и ее военно-морской флот на современных учениях с иностранными военно-морскими силами. Личный состав осваивает новые виды вооружения и техники, принимая боевые корабли и суда. Ведется расширение инфраструктуры, базирование флотилии. Предлагаю вашему вниманию музыкальный подарок в исполнении автора-исполнителя, майора запаса Медведева Павла Николаевича. На морских рубежах охраняем Каспий, Волгу, Россию, мечту. После вахты всегда вспоминаем Дом родной и девет красоту. Водилия Каспийская Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok